Всем большой привет, дорогие друзья! Мы начинаем активную подготовку к Новому году. Это видео выйдет где-то в начале декабря, так что у нас остается не так много времени, поэтому не будем затягивать. Поехали! Сегодня у нас День бетона. Мы будем создавать бетонный декор, какой-то очень новогодний, какой-то менее праздничный. Его можно будет использовать в обычные дни. Те, кто подписан на меня в Инстаграм, уже видели небольшие тизеры этих проектов, и кое-что можно увидеть даже здесь сейчас. Начнем с бетонных боллов. Для них я взяла самые обычные пластиковые миски двух размеров и при помощи крышки отмерила глубину, на которую маленькая миска должна быть погружена в большую. Приготовила раствор из белой цементной смеси. Я не отмеряю пропорции, делаю это на глаз. Масса должна быть достаточно густой. Обязательно нужно смазать миски маслом, чтобы готовый болл было легко достать. Заполнила большую миску раствором и поместила в нее маленькую. Закрепила все это скотчем. За кадром я еще хорошо отстучала форму, чтобы вышли все пузырьки воздуха и масса равномерно распределилась. Для второго проекта мне нужна была плотная глянцевая бумага, и я решила использовать пакет, отрезала нужный размер и свернула в конус. Это будет бетонная елка. Проклеила все стыки скотчем снаружи и аккуратно внутри, и очень хорошо заклеила вершину, чтобы бетон не вытек. Установила форму вот в такой пластиковый бокал и закрепила все опять скотчем. Наполнила форму раствором и хорошо отстучала. Здесь можно видеть, сколько пузырей выходит. Один из боллов я буду наполнять бетонными шариками, для них я взяла стеклянные елочные игрушки. Приготовила менее густой раствор и наполнила шарики при помощи кондитерского мешка. Шарики нужно периодически простукивать, чтобы масса распределилась внутри равномерно. Заполняем до конца. В итоге у меня получилось 2 миски, 2 елочки, 4 белых шара и 3 серых. Оставляем все это застывать на 3 суток. Итак, спустя 3 дня можно доставать изделие. Из мисек застывший бетон выходит очень легко и остается болу только отшкурить и замазать дырочки от пузырей воздуха. В сером боуле образовалась достаточно большая полость. Видимо, я его плохо отстучала. Чуть позже покажу, как я решила эту проблему. Бумага все-таки не лучший вариант для формы. От воды она немного размокла и получился небольшой дефект. Так что это тоже будем исправлять. Освободила елки от форм и оставила их застывать еще на пару дней, потому что они все еще были влажными. Для следующего анмолдинга нужно обязательно защитить глаза. Я использовала защитные очки. Стеклянные шары я разбила молотком. Честно говоря, я думала, что хватит одного удара, но пришлось здесь повозиться, потому что бетон изнутри прилип к стеклу. Будьте здесь осторожны, чтобы не разбить сами бетонные шарики. По некоторым у меня пошли трещины от ударов. Так что особо не усердствуем. Итак, время доделок. Сначала я стала шкурить миску по-сухому, но было очень много пыли, и я решила, что нужно добавить воды. Здесь лучше использовать наждачку на тканевой основе. После этого я развела немного цементной смеси и заполнила все пустоты при помощи пальцев и резинового шпателя. Остатки убирала влажной тряпочкой. То же самое проделала и со всеми остальными изделиями. В сером боли я решила не заполнять ту большую полость, которая образовалась, а сделать из него гигантскую свечку. Вот так это выглядит. И также у меня есть видео про свечи. Давайте посмотрим на результат. Спасибо, что досмотрели это видео. Впереди еще много новогодних проектов, так что оставайтесь со мной и до встречи.